Журналистов нужно защищать, еще раз подчеркивают в Генпрокуратуре. За прошлый год на представителей СМИ нападали, угрожали и портили технику во время выполнения профессиональных обязанностей. Агрессия нападавших не останавливается ни перед статусом телеканала, ни перед целью журналистов. Всего в этом году прокуроры насчитали более 200 подобных преступлений. Почти 20 подозреваемых за 16 уголовными производствами удалось найти. Так, пять лет заключения грозит обидчица журналистки одного из украинских телеканалов. Работница салона красоты напала на корреспондента, когда та обнаружила нарушение в её работе. Подобные ситуации происходят чуть ли не каждый день. Ещё один пример – нападение на съёмочную группу «Житомир.Инфо». Время пожара в бане охранник не давал снять события. Сначала сам толкал журналиста и оператора в плечи, потом к нему присоединилась и хозяйка заведения. Видео фиксируют, а затем правоохранители констатируют. Разъярённая женщина вырвала микрофон из рук журналиста интернет-издания, разорвала одежду 23-летней журналистки и даже ударила её. Зачастую на подобные съёмки оператор ездит у нас сам, без журналиста. Но зная, что могут быть любые казусы, непредсказуемые моменты, решил поехать вместе с оператором. Агрессоры чувствуют безнаказанность, поэтому и мешают работать журналистам, говорят специалисты. Наказания за препятствия, избиения журналистов, они как были на низком уровне, так и остались. Отошли от этих событий. Сначала все попрятались, будто почувствовали, что что-то меняется. А на самом деле система не упала. В мае этого года Уголовный кодекс Украины дополнили статьями, которые усилили ответственность за угрозу или нападение на представителей СМИ. Теперь наказания варьируются от штрафа в размере 850 гривен до лишения свободы на 15 лет.